привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур сегодня в рубрике маленькие игры мы начинаем проходить хоум уникальную хоррор адвенчуру от бенджамина риверса не удивляйтесь квадратные графики пикселя вы это такой художественный прием именно так она и была задумана идет она в разрешении 800 на 600 по умолчанию поэтому феди полоса по краям экрана это тоже часть плана собственно давайте начинать игра представляет из себя хоррор стилизованный под 2d платформер но тем не менее достаточно интересный достаточно страшный и нет ни одного человека из тех что поиграли в него чтобы потом они в итоге были разочарованы по игре идут только положительные отзывы поэтому давайте начинать игра будет выпущена в стандартном формате маленьких игр то есть небольшой по продолжительности видео ну то есть все знакомо давайте начинать как играть стрелочками двигаться влево вправо смотреть вверх пробел взаимодействовать f4 переключать оконный режим escape выход понятно наденьте наушники я уже надеюсь вы тоже выключите свет у меня достаточно темно осень на дворе я помню что я нашел себя в одиночестве о о моя голова где я было так темно что ты лежал около моей ноги фонарик это наш герой где я что я тут делаю хорошо как открывать ох ты как резидент ил сделан этот дом где я тут был тело лежащий на полу кто же это был даже не хочу даже не хочу знать спуск вниз хорошо что-то капает с потолка доме серьезные проблемы с ремонтом обои оборваны компьютер на столе стоял компьютер и бумаги на нем я не хотел разнюхивать но открыл ли я шкафчик ну да рецепты ручки и замыленное фото похоже какой-то магазин почему это выглядело таким знакомым хорошо кровь на стене пахло свежей ну короче да это была свежая кровь я понял что кровь была также на моих ботинках и штанах о господи я должен выбираться отсюда там была лестница вниз нам нужно уходить кто ты я не знаю но мы с тобой в одной упряжке парень я заметил что я прихрамывал когда я двигался по лестнице как я повредил свою ногу интересно все что я мог вспомнить это что я шел домой хотел увидеть рейчел я был расстроен она выглядела испуганной я почесал голову и попытался прояснить ее я знал что я должен направляться вниз по лестнице пытаться найти с выход отсюда книжная полка была полна книг с местной истории и про охоту хорошо это что еще такое тут старый обеденный стол покрытый грязными простынями о какими простынями скатертьями надо на двух человек здесь были дюжины пивных банок и бутылок от ликера запах был ужасный и выворачивал наизнанку черно-белое фото выглядело как тот мужчина наверху его жена она вроде как говорит это мужчина наверху его жена у меня не было причин брать с собой но взял ли я это ну раз не было причин ну давайте возьмем почему бы нет но с другой стороны если это улика если кто-то найдет тело дать возьмем я засунул фото в свой карман возможно это поможет мне найти какие-либо ответы темнота как елки-палки а согласитесь в игре что-то есть да так еще ниже лестница но мы туда пока это кто такой худая серая мышка застряла в ловушке она выглядела здоровый но по пусть ну то есть уставший освободил ли я ее ну да освободил беги к себе в норку капает с потолка это какой-то кошмар коллекция грязных инструментов они выглядели как будто их часто использовали кроме того на них налипла грязь почему они не были то есть в подвале ну где там инструментом хранится положено у них в общем они дома стояли фото похоже на то старое которое я подобрал судя по всему картину много двигали похоже что за ней какая-то кнопка нажал ли я кнопку ну давай нажмем она плавно вошла в стену я слышал где-то вдалеке щелканье хорошо что это нам дает мне довелось как-то в детстве пожить тихо в квартире в которой протекал потолок это я вам скажу бардак полный может быть теперь у нас там открылось что-то но судя по всему не то давайте спускаться что-то где-то похоже открылась на что и где могу сказать то есть когда путь протекает потолок это страшное дело я ужасно выглядел мои одежды были грязные и порваны кроме того грязь налипла на мои ботинки парадная дверь была блокирована куча мебели я понял что мне нужно найти другой путь отсюда хорошо что же тут происходит вообще непонятно что это такое дверь была замотана и закрыта я не мог проникнуть внутрь судя по запаху похоже эта дверь вела на кухню этот переключатель на стене сработал дверь открылась а ну понятно что это коробка выглядела тяжелой но были следы на полу ее судя по всему неоднократно двигали может быть я нашел путь наружу мне же нужно двигать верно ну конечно я подвинул коробку вперед все наконец она поддалась тут была лестница ведущая под землю в том месте где стояла коробка затклый запах шел из прохода полез ли я вниз ну да какой у нас есть выбор я посмотрел еще раз на фото которые нашел в доме пара выглядела отдаленной похоже ну то есть друг от друга судя по всему они не хотели быть на одной фотографии мне интересно где же была жена сейчас моя нога была в ужасном состоянии но мне нужно было выбираться отсюда следы в грязи похоже на следы одного человека и судя по всему ходил он тут часто это подвал да не что-то начало показал что это улица какая-то это была старая карта города места были помечены индустриальная зона рядом с рекой разнообразные дома и даже водяная башня рядом со старой железнодорожной станцией парень наверху должно быть занимался этим но какой интерес ему водяной станции вырезки из газет они все были об убийствах за последние несколько лет подождите здесь были фото фото нашего дома какого черта возможно мне стоит осмотреться попытаться найти какого рода информацию какого-нибудь рода рабочий стол покрытый бумагами грязью и на нем лежала пушка я ненавидел пушки я же не взял верно верно а все-таки взял я ответил с я думал не возьмет ну ладно я взял пушку и положила в карман ее вес меня как-то подбодрил оставил чувствовать себя более уверенно еще ниже лестница обалдеть стол выглядел старым и ну то есть покрытым пылью на нем лежали пачки старых газет покрытых чем-то похожим на имена они были нацарапаны и написаны между строчками голубыми чернилами нет мог только прочитать несколько буков короче говоря не все буквы можно прочитать ничто из этого не имело для меня смысла хорошо мы судя по всему имеем дело с каким-то маньяком что у что такое это похоже на кости на половину закопанную землю и судя по всему эти останки были старыми одежда которая выступала из земли выглядела знакомой они похожи были на те одеяния которые носила женщина на фото который нашел была ли это жена того мужчины так мы хорошо что-то как-то мне тут неспокойно так похоже на какой-то самодельный инструмент скреплены вместе деревяшками и берёвками покрылся старые запекшиеся кровью его же никто не использовал верно грубо сделанные грубо сделанные полки судя по тому как они выглядели они на них содержались банки название были не читабельны но я смог разглядеть несколько предупреждений хорошо что это за решетка похоже на решетку она была маленькая но что-то там внизу было что-то мокрое еще ниже обалдеть какая-то старая коробка они выглядели как будто много-много лет подождите минуту эти коробки содержали то есть у них лежали старые вещи старой одежды вещи которые я помню насколько я помню я выкинул после того как я и рейчел переехали в город какого черта они здесь делают интересно эти могу сказать парень что похоже ты попал что-то я слышу там летучие мыши я запомнил сломанную лестницу нужно быть осторожным к лестницу успеем пойти что за тихо подожди понятно вы слышали шепот тут была веревка я не уверен насколько она была крепкая взял ли я ее до взял возможно с этой веревкой мне будет легче спуститься по той сломанной лестнице теперь у меня есть веревка она мне явно пригодится веревка которая нашел помогла мне спуститься вниз безопасно спустился ли я до куда это я вообще попал это уже уже нездоровая я слышал какое-то бурчание и запах из темноты начинал становиться хуже свечки старые газеты скрепленные вместе осторожно короче говоря сообщение которое было написано на них осторожно если вы будете продвигаться вперед там опасность так ну хорошо ладно чуть совсем плохо так я до сих пор чувствую впечатление оборванного троса когда я открыл эту тяжелую металлическую дверь ну то есть сожженных мостов то есть надо от пути нет возможно и к лучшему что у меня что я не прыгнул состояние моей ноги и так было недостаточно хорошим так если бы я мог я конечно бегал по этим коридорам но кто может содержать такое место по крайней мере думал я я нашел старый пистолет вроде он работал и судя по запаху его уже использовали и охранил пистолет в кармане судя по всему я уже держал его так ранее то есть уже с ним обращался что это куда я попал вообще открыта вентиляционная решетка может кто-то здесь пролезал но было слишком высоко канализация что ли здесь была грязь на земле выглядела мокро и кроме всего прочего в этой грязи было еще и трава то есть кто-то оттуда спускался похоже нас похоже ведет куда-то да сказал кэп я слышал непонятный гул судя по всему вода что это было выход выход что это кухонный нож покрытый высохший кровью даже думать об этом было страшно я не хотел его трогать я взял нож нет у меня все еще есть пистолет я бы не был уверен что нож мне будет полезен так блин что-то столько места давайте на выход выход это по моему хорошее слово здесь была гнивая лестница ведущая в воду которая пахла отвратительно я знал что я не могу туда спуститься возможно я смогу как-то подкачать в воду хорошо запомним так может а вернемся и там наверху у нас еще что-то возможно было потому что неохота за спиной оставлять такие места и это что отвратительно это было скопище мусорных мешков так короче говоря там разнообразные были отходы среди прочего лежала старая видеокассета торчала взял ли я видеокассету да я не был уверен в том что я могу найти на этой пленке но я взял ее как бы там ни было осталось найти где ее использовать хорошо как видите не зря мы туда сходили назад что это было так дверь была закрыта пахло оттуда не очень хорошо судя по звукам это стиральная машина ну и судя по внешнему виду тоже я не был уверен но похоже это был какой-то переключатель я понятия не имел как он работает я подумал что я могу повернуть этот водяной вентиль чтобы ну короче говоря спустить там воду повернул ли я его да в общем выключить поток воды что у нас тут я не уверен но прежде чем идти назад я думаю мне нужно повернуть все эти вентили поток воды не прекратился так третий и четвертый я не уверен судя по звукам что оно все еще работает возможно я что-то проморгал и тут написано где-нибудь последовательность но первое перекрыто да я не совсем уверен возможно сейчас уже можно возвращаться назад ну что-то мне сдается что раз идет звук значит и вода качается этот выключен подожди все я понял как оно работает или не понял короче говоря видите около троечки около этого кружка если можно так назвать с левой стороны там эта точечка которая тут тоже есть судя по всему это будет правильно так еще раз еще два раза надо повернуть все с этим готово понятно это было достаточно просто так так ну и здесь нужно повернуть тоже два раза донизу хорошо полностью отключено теперь возвращаемся там был нехороший звук посмотрим что это нам даст дверь по-прежнему закрыта это меня радует куда же ты попал и как же тебя зовут вот что мне интересно тут по моему кто-то хлопал дверью нет все ниже и ниже куда же я спускаюсь то вообще судя по всему это водослив торчал из стены т.к. 1 10 20 20 21 21 22 22 Субтитры сделал DimaTorzok